Здравствуйте! В эфире телеканала РГВК Дагестан. Программа «Дежурная часть». С вами я, Владимир Закаев. И вот лишь некоторые события уходящей недели. В эфире телеканала РГВК Дагестан. При себе у него оказалось 148 средних доз. В Махачкале сотрудники МВД накрыли реабилитационный центр для алко- и наркозависимых пациентов. По версии следствия, людей там приковывали наручниками и держали против их воли. Подробнее об этом смотрите в нашем материале. Дагестанские силойки взяли штурмом реабилитационный центр. Сотрудники полиции перебрались через этот трехметровый забор, чтобы проверить, в каких условиях содержатся алко- и наркозависимые пациенты. В этом попробуем разобраться и мы. На окнах решетки повсюду камеры наблюдения. Что же скрывается в этом трехэтажном особняке за железной дверью? Оперативники МВД во время обыска помещения обнаружили здесь наручники и цепи. Ими могли приковывать пациентов, предполагают правоохранители. Сам директор центра признается, что это необходимая мера. Наручники у нас для того, чтобы поступает человек в запой, поступает человек на систематическом употреблении. Поступает он поздно ночью. Есть вероятность, что будет буянить. Есть вероятность, что может нанести ущерб резидентам, пребывающим в реабилитации себе самому. Понятно, по-хорошему необходим детокс. Чтобы дождаться этого самого детокса, пока придет медсестра наша, до этого периода этот человек находится в них. Но это не про издевательство или там пытки. Сотрудники полиции в тот день доставили 14 пациентов данного центра в отдел для дальнейшего усыновления личности. Проверили, например, розыска и совершение преступлений. Все оказались чисты перед законом. Когда пациентам предложили вернуться домой, 13 из них пожелали продолжить лечение. А один сообщил, что его здесь держат силой. Я-то знал, что в реабилитационный центр еду, но как мне сказали, что здесь санаторий, типа тебе понравится. Я говорю, мне это не нужно, я не наркозависимый, я не алкоголик. Я говорю, ничего. Я домой хочу, я не наркоман, ничего. Просто домой хочу. Спустя пару дней после интервью мы встретили его в этом же реабилитационном центре. Вернулся обратно. Признается, что нуждается в помощи. На тот момент просто на эмоциях был. На эмоциях был и не соображал, да, что я говорю. На самом деле есть. И в каждом месте оно зависит к чему-то. И оказалось, что у меня оно есть. Оно есть, и я уже... Мне идет на пользу это лечение. Сейчас в центре лечится 17 человек. У всех одна проблема – зависимость. Кто-то долгое время употреблял наркотики, кому-то тяжело было расстаться с алкоголем. Один из пациентов поделился, что после 20 лет алкоголизма только здесь смог изменить своим привычкам. Бросил пить, получил знания по борьбе с этой злой привычкой. То есть я теперь как бы нахожусь с оружием. Когда она ко мне будет подбираться, я уже знаю, что надо предпринимать, чтобы не допустить этого употребления. У меня трое детей, трое пацанов взрослых. То есть давно уже пора было остановиться. В управлении по контролю за оборотом наркотиков нам рассказали, что на центр неоднократно поступали жалобы о насильном удержании людей. В этом сейчас разбираются следственные органы. Часто среди лиц, которые поступают на реабилитацию в эти центры, бывают лица, которые скрываются от органов правосудия. А вот данный центр решения систематически уклонялся от предоставления этих данных. И в результате чего мы были вынуждены провести такие мероприятия. Чтобы такая ситуация не повторялась, сотрудники МВД собрали директоров подобных центров и провели с ними разъяснительную беседу, в каких же условиях следует содержать алко- и наркозависимых пациентов. Пока идет следствие, центр работает в прежнем режиме. А пациенты, которые могли уйти домой, продолжают здесь бороться со своими недугами. В результате ДТП погибла женщина и младенец. Еще три человека пострадали. Об этом сообщает МВД региона. Авария произошла в Кизюртовском районе. Там водитель Лады Приора выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Мерседесом. В результате ДТП пассажиры Приоры, 26-летняя женщина и ее трехмесячный ребенок, скончались на месте. Водители автомобиля и еще двое пассажиров. Дети 6-8 лет с различными травмами доставлены в больницу. Правоохранители уточняют детали происшествия. Прокуратура республики также взяла ход расследования на контроль. Смертельный удар током в селе Хибатли Цунтинского района погиб мужчина. Местные жители неоднократно жаловались своему руководству о проблеме с высоковольтными проводами. Они расположены слишком низко и представляют опасность. По словам местных жителей, в некоторых местах промежуток от земли до провода едва достигает метра. На этих участках играют дети и пасется скот. Зимой один из столбов упал для решения проблемы. Коммунальщики подперли его палкой. Сейчас для выяснения всех обстоятельств выехала группа специалистов ДАК Энерго. Они предпримут все меры для устранения нарушений. В проверке также подключилась прокуратура республики. В Нахачкале будут судить экс-руководителей региональных операторов по обращению с отходами. Их обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает Следственный комитет Дагестана. По версии следствия, обвиняемые организовали транспортировку мусора на непригодные для этого земельные участки. В результате чего компания «Лидер» получила доход на общую сумму более 70 миллионов рублей. Также их обвиняют, что совместно с компанией «Новый город-2» они заключили контракты с завышенными ценами по обретению горюче-смазочных материалов. В итоге у регионального оператора образовалась искусственная кредиторская задолженность в размере более 140 миллионов рублей. Кроме этого, гендиректор компании предоставил Министерству природы недостоверные сведения о расходовании субсидий и получил более 21 миллиона рублей. Уголовные дела с утвержденным обвинительным заключением прокуратура РД направила в суд для рассмотрения по существу. Вместо условного реальный строк – 7 лет колонии строгого режима. Прокуратура Дагестана внесла апелляционное представление на приговор экс-главе Цунтинского района Шамилю Магомедову. Теперь ему назначено реальное наказание. Как сообщает Верховный суд Республики, осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима за взятку в крупном размере. Также бывший глава муниципалитета должен выплатить штраф в размере 980 тысяч рублей. Земские доктора в Дагестане в прошлом году незаконно получили 22 миллиона рублей. Об этом сообщил представитель счетной палаты, выступая на сессии Народного собрания по словам Белого Джахбарова. Министерство здравоохранения региона в прошлом году заключило 206 договоров на трудоустройство врачей и фельдшеров в сельскую местность и малые города. Проверка показала, что 22 врача получили выплаты незаконно. Кроме этого, аудиторы счетной палаты при проверке Минздрава Республики обнаружили нарушение при закупке медикаментов и медицинского оборудования. В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения деятельности Министерства здравоохранения Республики Дагестан и подведомственных учреждений. В частности, нарушение законодательства при проведении закупок медикаментов и оборудования на сумму 280 миллионов рублей. Неэффективное использование бюджетных средств на сумму 549 миллионов рублей. Наркотик и амфетамин нашли у 19-летнего жителя Махачкалы. Стражи порядка доставили молодого человека в отдел, где при личном досмотре обнаружили порошкообразного вещества. После экспертизы выяснилось, что это наркотическое средство амфетамин в количестве 148 средних разовых доз. По словам задержанного, синтетический наркотик он приобрел через интернет, планировал расфасовать на более мелкие дозы и реализовать путем закладок. Меня поймали с наркотой. Я пытался заработать немного денег, чтобы сказать все свои долги. И я нашел сайт. Это был интернет-магазин наркотиков. И устроился у них на работу. И это обработал неделю у них на сайте. И это был мой самый большой вес, который мне дали 50 грамм. И если 50 грамм я бы забрал, то закладка из травы на трассе Махачкала-Хасаверт. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Увидимся ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин